Каждое утро, каждый день, каждый вечер, каждую ночь в твою голову могут забираться мысли о том, что ты что-то упустил, не сделал, не упоминался. То, что мешает тебе двигаться вперед и дарит сожаление об упущенной возможности. Это я сейчас про страх и удачи. Привет, я Аня и мой страх сделать что-либо не так остался. Но сегодня мы с тобой разнесем по фактам страх сделать первый шаг, ты поймешь, как с этим бороться и, возможно, навсегда изменишь свою жизнь. Итак, а сейчас перейдем в конкурс для наших зрителей. Каждый Георгий, сидящий в зале, возьмёт, чтобы Машка напишет свою фамилию и выберет нашим победителем. На тот момент мне было где-то лет 7 или 8, не помню, давно было. Но я отчётливо помню, у меня было желание попытать удачу, желание выиграть. Я слышу свою фамилию. Но вижу, как другая девочка уже выходит на сцену. Родители мне сказали идти, но страх, а вдруг это я просто не так услышала или мне показалось, победил меня. И я не пошла. Если это видео смотрит та самая девочка, которая вышла вместо меня, знай, я рада, что ты тогда была по-настоящему счастлива. Но я всё равно тебя ненавидела. Так о чём это мы? Если ты попробуешь, то 50% успеха уже на твоей стороне. Если ты не попробуешь, то на какой успех ты рассчитываешь? Зачастую действовать нам мешают собственные убеждения, страхи, то, что, блин, какой сегодня плохой день, у меня плохой гороскоп, у меня ничего не получится, да я ничего, я не справлюсь. Вот. Поэтому помни, что успешнее не тот, кто разрабатывал долгими годами тактику для преодоления чего-то, а тот, кто взял и сделал, не побоялся пойти против собственных убеждений и страхов. Другая история. В 2022 год на дворе я замотивирована выучить английский язык. Да. Чтобы выучить какой-либо язык, необходимо практиковаться в общении, без этого никак. Я решила скачать специальное приложение для общения с целью обучения. Там я встретила девушку, которая была у меня старше на два года. Она была родом из Казахстана, а я из России. Ведя переписку, она предлагает созвониться по скайпу, и я согласилась. Когда я начала осознавать, на что я согласилась, я поняла, что мне конец. Фатальный. Мне было очень страшно. Я боялась показаться глупой в глазах, так как с английским у меня было плохо, да и ни с кем я тогда толком не разговаривала. Тем более из другой страны. И она училась в англоязычном университете, а я вообще за циапол, мне не было жаль. Все прошло замечательно. Мы еще пару раз созвонились и общались, и я удалила приложение. Да, мне было страшно. Очень страшно. Потому что ее уровень был слишком высокий, а у меня слишком низкий. И я посчитала нужным, что пусть она обучается с кем-то другим, а я просто уйду. Но я не жалею об этом выборе, потому что я считаю, так было правильно. Я поняла, что у меня есть к чему стремиться, что учить и что нужно еще развиваться. Зачастую все, что отделяет нас от успеха, это собственные страхи и мысли. Но стоит лишь переступить через них. И все, о чем ты так мечтал, перед тобой. Сейчас мы выделим основные аспекты, придерживаясь которых, ты сделаешь себя лучше. Первое. Не жалеть об упущенных возможностях. Блин, почему я тогда поступил так? Почему я не начал делать что-то? Почему я совершил такие ошибки? Потому что тогда это было лучшим вариантом для той версии тебя. Просто примета. И действуй из своих нынешних возможностей. Второе. Рационально рискуй. Если нет угрозы здоровью или цен для тебя вещам или людям, то рискни. Только страх, придуманный тобой, может остановить тебя. Не поддавайся. Третье. А что если получится? Принимай позитивную сторону события. Верь. Ведь не зря же говорят, что надежда умирает в последнем. А ведь если так подумать, то каждый, кто не сдается, сам создает себе тот случай, который изменит его жизнь. И ты уже на этом пути. Знаешь, хорошо, что сегодня ты здесь. Хорошо, что ты прошел трудности, чтобы стать таким, как ты. И быть сегодня здесь. И я горжусь тобой, потому что это тяжелый путь. И ты гордись собой, потому что это важно. Возможно, тебе будет страшно. И мне страшно. Но именно эти возможности, которые появляются каждый день, дают нам шанс на самое счастливое будущее. Поэтому, почему бы и нет? Будет страшно. Будет плохо. Но не сдавайся. С тобой была Аня, которая теперь не боится страхов. Еще увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok